Депутаты Госдумы хотят запретить таксистам работать сверх нормы. Готовящийся в Госдуме ко второму чтению законопроекта госрегулирования работы такси могут существенно обновить. Профильный комитет по транспорту и строительству собирается дополнить его поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше 7 лет и о максимально месячной норме рабочих часов для водителя. Об этом сообщил журналистом глава профильного думского комитета Евгений Москвичев. В первом чтении законопроект был принят Госдумой в декабре прошлого года. В одобренной редакции документ обязывает использовать в качестве такси только те машины, которые были допущены к участию в дорожном движении, а также обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль состояния такси и обязательные медосмотры водителей. Общий водительский стаж таксистов должен быть не менее 3 лет. Минус. Исследование. Таксисты превышают скорость реже обычных водителей. Ко второму чтению законопроект существенно доработан. Одно из новшеств. Каждый автомобиль такси предлагается оборудовать навигационной системой ГЛОНАСС для контроля всего маршрута от точки заказа до пункта прибытия. Каждый оператор, объяснил Москве-шеф, будет отправлять в единую региональную систему сведения о месячном режиме труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, то уже больше не поедет, сказал глава комитета, которого цитируют РИА Новости. Для этого у каждого водителя появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулем. Еще одна поправка касается возраста легкового такси. Теперь срок эксплуатации не должен превышать 7 лет. Кроме того, к самим водителям также будет предъявляться ряд новых требований. «Мы окончательно пишем в законе, что никаких иностранных водителей у нас на такси не будет. Человек без российского гражданства права работать в России в качестве водителя такси иметь не будет», рассказал Москве-шеф. При этом иностранные компании не смогут быть операторами такси в России. «Это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом», заявил глава комитета. «В Москве задержали более 100 пьяных таксистов. Новый закон должен будет вступить в силу нынешнем году», уточнил москвичев. «Запрет таксистам работать сверх нормы поможет предотвратить аварии из-за переутомления», прокомментировал новые идеи глава комитета Госдумы по труду и соцполитики Ярослав Нилов. «В последнее время произошло немало ДТП вследствие того, что водитель уснул за рулем», добавил он. «Что касается идеи ограничить эксплуатацию в такси автомобилей старше 7 лет, то Нилов посоветовал внести в нее коррективы. «Ведь машины, занимающиеся извозом, изнашиваются гораздо сильнее и быстрее, чем находящиеся у частного владельца», напомнил он. «Здесь нужен контроль путем тщательного техосмотра», считает он. «Власть, работа, власть и внутренняя политика, экономика, транспорт, общественный транспорт, законодательная власть, Госдума».